Здравствуйте, дамы и господа. В этом уроке мы поговорим о свечной формации под названием Doge, о том, как она выглядит, как ее определять, какие действия предпринимать, а если она появляется, то есть как открывать позиции, закрывать позиции, вообще что делать при появлении Doge. А также отметим ряд ключевых особенностей, на которые стоит обращать внимание при появлении этого паттерна. Почему-то очень многие трейдеры, обидя Doge, начинают совершать какие-то необдуманные действия, открывать, закрывать позиции, что приводит к убыткам. Надеюсь, это видео прояснит все ваши вопросы, связанные с паттерном Doge, и в будущем вы будете уже поступать более грамотно. Что же такое Doge? Doge – это японская свеча, у которой цены открытия и закрытия либо равны, то есть тело свечи представляет всего лишь одну черточку, либо же цены почти равны, ну там плюс-минус несколько пунктов, то есть тело свечи составляет всего лишь несколько пунктов. Оно очень узенькое, и практически можно сказать, что оно является почти полоской, но не совсем полоской. То есть цены вполне могут чуть-чуть отличаться, разница буквально в 3-4 пункта. Ну когда как? Как это определить, является ли свеча Doge, то есть достаточно ли у нее маленькое тело для того, чтобы она являлась Doge, а просто сравнивайте ее с предыдущими свечами на графике. Если она выглядит вот примерно так же, как у нас показано на картинке, вторая свечка, то вполне можно ее считать Doge. Также у свечи, которая называется Doge, должны быть тени с двух сторон, причем примерно одинакового размера. Если они будут сильно отличаться, к примеру, нижняя тень очень длинная, а верхняя короткая, то это будет уже не Doge, а Pinbar. В Pinbar смотрите отдельный урок. Что обозначает Doge с точки зрения поведения трейдеров, поведения покупателей и продавцов? Doge обозначает либо согласие между покупателями и продавцами, то есть когда они примерно согласны, что вот эта цена на данный момент является наиболее оптимальной, наиболее правильной, и покупки и продажи примерно равны, поэтому цены особо никуда не двигаются. Также Doge может означать отсутствие игроков, то есть покупателей и продавцов их просто нет. Никто не покупает, никто не продает, цена почти стоит на месте. Чуть-чуть двинулась вверх, чуть-чуть двинулась вниз, и обратно вернулась. То есть Doge может также обозначать отсутствие активности на рынке. Например, в ночную сессию это актуально. Также это может быть тестирование уровня, когда маркетмейкеры проверяют, не осталось ли желающих утянуть цену за уровень. И после того, как они успешно протестировали этот уровень, цена от него отскакивает, и маркетмейкеры начинают какую-то кампанию по накоплению позиций. Так как же расценивать Doge? Что это разворотная модель, либо модель продолжения тренда? Вполне может произойти и то, и другое. В целом можно сказать, что Doge это то же самое, что желтый цвет светофора. То есть это знак обратить внимание. Но пока ничего не делать. То есть когда появилось Doge, сразу после этой свечи мы не делаем ничего. Нам нужно подтверждение. Некоторые, увидев Doge после какого-то движения, начинают думать, что все, сейчас будет разворот. Нет, ни в коем случае. Рынок вовсе не обязан развернуться после Doge. Если вы просмотрите графики, увидите, что частенько появляются Doge внутри трендов, и после них тренды успешно продолжаются, еще долго идут. Поэтому как только появилось Doge, мы обращаем внимание на эту свечку, но никаких действий не предпринимаем. Нам в любом случае нужно будет подтверждение. О этом мы сейчас поговорим. Так как же торговать Doge? Открывать сигнал именно на основе Doge можно только в случае, если был продолжительный тренд, он ярко заметен на графике, то есть вы четко можете сказать, что вот был тренд вверх, как на нашем скриншоте, либо тренд вниз. Была выделяющаяся на графике полнотелая свеча по тренду, в данном случае бычья свеча, первая в нашем красном прямоугольничке. Затем появляется Doge, и затем мы ждем подтверждения, то есть свечи в сторону противоположную тренду, который был до этого. То есть у нас был восходящий тренд, в данном случае появилась еще одна полнотелая свеча в сторону этого тренда, свеча вверх, такого приличного размера, не какая-то маленькая, малозаметная. Затем появляется Doge, а затем мы ждем подтверждающую свечку. То есть свечу в направлении, противоположном нашему тренду, который был ранее. Только в таком случае мы можем входить, основываясь на Doge. Если же Doge появляется после свечи по тренду, которая была какая-то маленькая, не выделяющаяся, слабенькая свечка, мы такое игнорируем. Также если Doge появилась где-то на горизонтальном движении, мы тоже ее игнорируем. В общем, мы обращаем внимание на Doge, только если она появилась после сильного тренда, причем до Doge была свеча по тренду полнотелая, нормального размера, не маленькая какая-то, и также нам нужно подтверждение. Вот после подтверждающей свечи мы уже можем входить в рынок. В данном случае на продаже. Стоп-лосс будем ставить за крайней точкой Doge, в данном случае чуть выше ее точки High. Если бы Doge появилась после нисходящего тренда, то, соответственно, мы бы выставили стоп-лосс чуть ниже точки Low. Но в данном случае мы выставляем стоп-лосс чуть выше точки High Doge. И входим, как только закроется подтверждающая свеча. Входим в продажу. В данном примере. Цели, как обычно при торговле Price Action, это уровни поддержки сопротивления. Как определять цели, как выходить из позиции, мы разбирали уже в отдельном уроке. Называется «Стратегия выхода». Можете найти на нашем сайте redlikepro.ru Вот только так и торгуется Doge. Все остальные случаи, когда появляется Doge, вы не делаете ничего. На что стоит обращать внимание? Важные моменты при появлении формации Doge. Весьма желательно, чтобы у нас было еще наличие опоры в виде уровня поддержки сопротивления, то есть чтобы Doge упиралась в уровень. Как и любой другой паттерн Price Action, Doge лучше отработает, если находится на уровне. Но стоит обратить внимание, что максимум Doge, ее крайняя точка, за которой мы выставляем стоп-лосс, сама по себе является уровнем, пробитие которого будет означать, что тренд еще в силе. То есть крайняя точка Doge у нас представляет такую границу, которую если пробьют, то тренд продолжится. А если не пробьют, то будет разворот. Так же не стоит упускать из виду, что происходит на других таймфреймах. Если вы торгуете на H4, нужно поглядывать на дневные графики. А что там сейчас? Flat, тренд, какая-то коллекция, еще что-то. На маленьких масштабах, то есть меньше часовых графиков, Doge не значит ничего, абсолютно. Появилось на M15 Doge, это ничего не значит вообще. Кто-то купил, кто-то немного продал. Это слишком маленькие таймфреймы. Ниже H1, паттерны Price Action мы не смотрим, вообще не обращаем на них внимания. То есть если на M30, на M15, на M5, или не дай бог, если вы на M1 торгуете, появилась Doge, это не значит ничего. Абсолютно. Как я уже упоминал, без подтверждения, Doge торговать не следует. Если рынок движется горизонтально, какое-то флэтовое движение, мы опять же просто игнорируем Doge. Ну появилось оно и что? Рынок практически стоит на месте, либо болтается в каком-то узком диапазоне. Поэтому Doge тут, с логической точки зрения, не значит ничего. Также важно только первое Doge. Бывает такое, что появляется серия Doge. Мы, соответственно, обращаем внимание только на первое Doge. Ну и для того, чтобы разворотная модель у нас считалась наиболее сильной, желательно короткие тени. То есть не должно быть усилий со стороны трейдеров утянуть цену в направлении предшествующего тренда. Если у Doge присутствуют наличие какие-то длинные тени, то лучше проигнорировать такой сетап и не входить в рынок вообще. Ну что ж, давайте рассмотрим несколько примеров на графике, когда можно входить по Doge. Ну вот для начала давайте возьмем тот пример, который был на презентации в начале видео. Как мы видим, у нас был восходящий тренд, четкий, заметный, невооруженным глазом, скажем так, и появилась Doge. Причем до Doge, обратите внимание, это очень важно, была полнотелая, хорошая свеча по тренду. Не какая-то маленькая, вот такая вот, или какая-то вот такая вот, непонятная, а именно хорошая, полнотелая, большая, относительно других свечей, свеча в сторону тренда. После нее появилась Doge. Теперь мы ждем подтверждения. И после того, как подтверждение появилось в виде вот этой вот свечи, мы могли уже входить в продажи. При этом стоп-лосс мы бы выставили чуть выше точки High нашего Doge. Целью в этом случае послужил бы ближайший уровень поддержки противления. Он у нас был примерно вот здесь. Как мы видим, цена его достигла, потом вновь немного ходила вверх, вновь ходила вниз, но нам это уже не интересно. Итак, стоп-лосс мы ставим чуть выше крайней точки Doge, а цель к профитам служит ближайший уровень поддержки сопротивления. Вот появляется еще одна свеча, которую можно с натяжкой назвать Doge, хотя тело и слегка большевато для Doge, но где тут был сильный, четко выраженный тренд вниз в данном случае, где он был? Его тут не было. Известно, такую свечу мы игнорируем. Далее еще одно Doge тут что? Был ли какой-то до этого продолжительный тренд вверх? Не было. Опять же, мы такое Doge игнорируем. А вот здесь обратите внимание, интересная ситуация. у нас есть наличие тренда вниз. Такой заметный был на протяжении 17 дней почти месяца. Был тренд вниз. Появилась Doge, причем этот Doge еще и является внутренним баром, а затем появился PinBar. А мы, естественно, после возникновения этого Doge покупки сразу не входили, мы всегда ждем подтверждения, а затем появился PinBar. PinBar нам окончательно подтвердил, что можно ожидать разворот, и мы вполне могли входить уже по PinBar покупки. Ну, в данном случае так у нас появился PinBar. Мы бы, естественно, входили по PinBar и ставили стоп чуть ниже точки Low нашего PinBar. Ну, а вход, естественно, на пробой точки High PinBar. Вот это пример с Doge, когда, опять же, у нас был сильный тренд, четкий, заметный, была нормальная свеча по тренду, здесь она была не совсем полнотелая, но у нее был хвост в противоположную тренду сторону, что нам как бы давало основание считать эту свечу сильной, так как цена уходила вверх, но в итоге медведи переселили быковку, и цена ушла вниз, и свеча закрылась еще и с немаленьким медвежьим телом. И после этой свечи у нас появилась Doge. Вот в этом случае мы можем просматривать какие-то варианты для входа. Итак, подведем итог. В большинстве случаев, когда появляется Doge, мы не делаем ничего, абсолютно, просто игнорируем. в 95% случаев. Очень-очень редко можно падить по Doge. Когда можно падить по Doge? Когда у нас был четкий, продолжительный, заметный тренд вверх или вниз, появляется Doge, и при этом до Doge у нас должна быть свеча в сторону тренда, полнотелая, крупного размера, или среднего хотя бы размера, немаленькая, то есть полнотелая свеча в сторону тренда, глядя на которую мы бы решили, что да, тренд продолжается. Но появляется Doge и мы обращаем на это внимание. Далее мы ждем подтверждения, то есть свечи в сторону противоположную нашему тренду. Если это у нас был тренд вверх, то ждем свечи медвежьей. Появляется медвежья свеча, мы можем входить в продажи. В топ-лос ставим чуть выше точки хай нашего Doge. Если бы Doge был внизу, мы выставили стоп-лос чуть ниже точки low. В качестве цели используем уровни поддержки сопротивления. Вот это единственный случай, когда можно использовать Doge как основу для входа в рынок. Во всех остальных случаях, когда появляется Doge, вы его просто игнорируете. То есть на Doge просто не обращаем внимания. Входить можно, но только если до Doge был сильный продолжительный тренд, хорошо заметный, и Doge предшествовала свеча с крупным телом в сторону тренда. Только тогда, дождавшись подтверждающей свечи против тренда, мы можем обходить в позицию. В остальных случаях мы Doge просто игнорируем. Вот и все. С вами был Павел. Видео записано для сайта redlakepro.ru Увидимся в следующих Павелках.